Всем привет! Это Андрей и YouTube канал Средэксперта. И сегодня мы будем летать. Летать в кабине пилота Боинга 737. Неожиданно? Полетели, посмотрим. Да, это не настоящий самолет. Это авиатренажер пилота Боинг 737. Тренажер очень реально имитирует кабину пилота и может использоваться для подготовки профессиональных пилотов. В начале краткий инструктаж от пилота, который объясняет назначение различных рычажков, переключателей, тумблев в кабине пилота. Кстати, теперь я понимаю, почему их так много. По факту автоматизации в самолете довольно мало. И все эти рычажки контролируют процесс запуска и работы самолета в мельчайших деталях. Приведу простой пример. Есть специальные переключатели, которые определяют, какая свеча первая или вторая будут использоваться в двигателе внутреннего сгорания самолета во время полета. И пилот сам указывает, какую свечу им использовать. Делается это для экономии ресурса двигателя самолета. После экспресс-обучения новоиспеченный пилот готов к полету, уставляя курс, проверяя работу закрылок, уставляя тягу. И самолет начинает плавно разгоняться по полосе. Вторвал тяну на себя и самолет начинает взмывать в небо. Пейзаж за окном это не настоящий, потому что это не окна, а экраны. Но любоваться пейзажем за окном у пилота нет возможности, так как большую часть времени он по приборам управляет самолетом. Еще одно достоинство авиасимулятора в том, что за секунды можно оказаться в любой точке мира и полетать там, где тебе хочется. Например, сейчас я лечу над Тубайами, в сторону Пурж-Халифа. А мы не забыли заправиться. А вот здесь я приземлился на улицах Лас-Вегаса и доставляю пассажиров прямо к нужному казино. Хорошего понемногу. Погуляли в казино, теперь нужно возвращаться в аэропорт. Сейчас мы отрабатываем посадку на взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Полет получился на славу. Хоть и припарковал я самолет не на взлетно, но на посадочной полосе, а где-то в придорожных кустах. Также большое спасибо моему инструктору-пилоту. К сожалению, я забыл спросить его имя.